Это не мы облагали 15% часть наиболее бедного населения, переводящего деньги себе на родину, чтобы позаботиться о своих родителях. Это были люди, кто управляет старой системой. Это не мы в этой индустрии, кто выдает под 85% займ в несколько сот долларов на пропитание фермеру, отчаянно пытающемуся выжить после случившейся засухи. Это была старая финансовая система. Это не в нашей индустрии. Происходило отмывание сотен миллиардов долларов наркоторговцев, уклонение от санкций, разработка нефтерождений в обмен на еду и принятие участия в ужасных программах, которые привели к обогащению и росту влиятельности наиболее отвратительных человеческих существ, которых только знал мир. Это была старая финансовая система. И никогда не позволяйте им говорить, что наша индустрия несет опасность. Наша индустрия — это противоядие для эксцессов, коррупции и кумовства, которые мы обнаружили. Это индустрия разочарования, которая была замещена индустрией творчества и инноваций. Мы изменим этот мир. Все очень просто. Мы не спрашивали разрешения. Мы пришли с этим и закончим это вместе. Просто очень много людей в этом. Рынки очень велики, а инновации очень обширные. Это неизбежно. Это уже не вопрос «да» или «нет». Это вопрос «когда» и «как» эти динозавры найдут способ выжить в этом новом порядке. Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Вот такая вот замечательная речь от Чарльза Хоскинсона, говорящей головы кардана. Но я ни в коем случае не являюсь адептом кардана и не предлагаю ее сейчас покупать, потому что напоминаю, что кардана стоила порядка двух центов не так давно. И это не значит, что она не улетит. Но просто мне лично не очень нравится кардана, и я ее не покупаю. Вы, конечно, делайте, что хотите. Мне просто понравилась речь, которую он сказал. Ее можно применить и к биткоину, и к другим криптовалютам. Поэтому решил вам ее показать. И к разговору уж, раз мы заговорили о кардане, то обратите внимание на количество монет кардана. Их сейчас циркулирует в обращении 34 миллиарда монет. Мы сегодня будем много на это обращать свое внимание. Вот, например, Solana 307 миллионов монет. Эфириум уже 118 миллионов монет. Биткоин всего 18 миллионов, ну 19 миллионов монет без малого. Это очень важная цифра на самом деле. Потому что что такое market cap, да, рыночная капитализация? Это всего лишь цена последней совершенной сделки, умноженная на количество монет. Даже не в обращении, а монет, которых всего было выпущено. То есть из них многие утеряны, залочены и так далее. Вот, это очень важно. Но дальше мы идем по списку, крутим вниз. И находим с вами интересную монету, которая называется Wi-Fi. Wi-Fi, как я ее называю. Многие называют UFI. Yarn Finance. Собственно, чем она примечательна? Ну, в первую очередь, тем, что она запампилась сегодня за сутки на 35% на фоне вялостекающего рынка. Вот. И на 55% за неделю. Но, собственно, в чем это выражается? Я смотрел на ее график буквально пару дней назад. Но у меня уже было такое состояние. Я уже просто засыпал. И я хотел вам сказать и выпустить видео, сказать, что Wi-Fi, похоже, собирается выходить из накопления, как я говорил про шибу. Но у меня уже было то пограничное состояние, когда, знаете, это я сказал или я подумал. Так вот, я подумал, но видео все-таки не выпустил. Но я думаю, что те, кто давно подписаны на канал и к нам в телегу, все равно ментальным образом почувствовали этот сигнал. Ладно, шучу, короче. Суть в чем? Давайте попробуем разобраться после того, что она сделала уже 70% за неделю, грубо говоря, стоит ли ее еще покупать или нет. И я вам скажу, что да, в целом стоит. Потому что, смотрите, проект хайповый, дефайный. Отстрелялся он уже достаточно давно. И на пике своем, кто помнит, он стоил гораздо больше биткоина. И после этого мы видели достаточно долгий даунтренд. То есть коррекцию с консолидацией. Посмотрите, у нас замедляется падение. То есть это такой типа падающий клинчик. И вот мы сейчас пробиваем его наверх. Надо ждать здесь подтверждения к доллару. И закрепление выше вот этой границы сопротивления, которую вы можете сами провести. Я думаю, что этот пробой может оказаться неложным. Почему еще я так думаю? Да потому что, смотрите, на недельках Wi-Fi особо даже еще двигаться не начал. На недельках это все еще нисходящий даунтренд. И Wi-Fi BTC, почему очень важно тоже смотреть, сейчас поймете. Потому что здесь конкретнейший был нисходящий даунтренд. Масломасляный, да, нисходящий даунтренд. Как будто восходящий бывает даунтренд. Вот, даунтренд, который пробит. Но тут не совсем, конечно, корректно. Здесь так не получается натянуть. Грубо говоря, вот у нас нисходящее сопротивление. А здесь у нас было вот такое нисходящее сопротивление. Но, тем не менее, оно пробивается. И дальше мы видим хорошую движуху. Смотрите, вот здесь у нас опять же на сайфере образовались зеленые точки. Это говорит нам уже как минимум о том, что здесь какая-то смена тренда зарождается. Пускай даже локальная. А во-вторых, что я хочу сказать. Wi-Fi к битку почему так важно смотреть? Да потому что, вот, смотрите, у него есть достаточно сильный уровень поддержки. Это где он сейчас. Вот он отбивался отсюда вот здесь. Вот здесь, кстати. И вот здесь. И вот сейчас он чуть ниже ложный прокол. Походу сделал ложный пробой. И если мы сейчас закрепляемся выше, то мы, скорее всего, полетим в космос. Потому что, смотрите, Wi-Fi к битку по 0.67 битка. Мы определили, что это сильный уровень. Но на пике он стоил... Смотрите, вот здесь на пике он стоил 1.76 битка. То есть почти 2. А на своем all-time пике он стоил 4 битка. И почему, так, собственно, вы скажете, почему какая-то монета стоит дороже битка? А очень просто, ребят. Потому что всего в обращении есть 36 тысяч монет с половиной. 36 тысяч 500 монет. Поэтому вот почему так важно смотреть на количество монет и сопоставлять его с ценой. Потому что капитализация Wi-Fi для того, чтобы он стоил дороже битка, будет всего в районе 2 миллиардов долларов. Понимаете? Если она накачается до 10 миллиардов, что вполне возможно, то и цена его, соответственно, улетит на 300 тысяч долларов. Так что вот такой вот спекулятивный расклад. Wi-Fi, кстати, есть на Bybit. Там я, собственно, его и приметил недавно, что он так хорошо улетел. И да. Я думаю, что вполне еще не поздно ловить Wi-Fi на каких-то откатиках. Скажем, если он будет возвращаться вот к этой трендовой, например, если вы его торгуете к доллару. Вот. Ну, вполне себе хорошая история может оказаться. Может быть, даже раньше он отскочит сейчас. Я думаю, что вряд ли это ложный пробой. Потому что монета достаточно долго консолидировалась. И сейчас выходит из консолидации. Ну и говоря про Bybit, напоминаю вам, что новогодний батл, новогодний батл Bybit, призовой фонд до миллиона USDT, плюс всякие ништяки и плюшки. Это соревнования в инверсной марже, то есть в фьючерсах, где у вас депозит в крипте. То есть нужно иметь либо 170 тысяч сатоши, либо 0.02.3 эфира, либо 25 EOS, либо 100 XRP. На деривативном счете регистрация все еще идет. Ссылку на состязание вы найдете в описании. Более подробную инфу у нас в телеге. Так что добавляйтесь по ссылке. Вот все правила участия здесь. Читайте и торгуйте вместе с нами. Вот. Но что еще примечательно. По Wi-Fi разобрались, да? Да, кто торгует его к биткоину, это соответственно на Binance надо делать. Ссылка на него тоже в описании есть. Но что интересно еще, так это взглянуть на какие-нибудь другие монеты. Вот, кстати, рядом с ним тут соседится Dash, который стоит сейчас всего 128 долларов, который за неделю упал на 5,5%. Ребята, я не знаю, как вы, но я набираю Dash очень агрессивно. Опять же, по той причине, что, в том числе по той причине, что всего 10,5 миллионов монет в обращении. И максимум их будет 18 миллионов 900 тысяч. То есть актив гораздо более редкий, чем многие вот эти вот хайповые шлаки, которые вы набираете сейчас. Я ничего про них плохого не хочу сказать. Проекты все хорошие. Но я напоминаю вам, что Dash был на своем all-time high, когда он был хайповым, в 16-17 году. Вот, он был на уровне 1500 долларов. И посмотрите просто, что с ним стало после этого. Поэтому, если вы сейчас покупаете всякие луны, маны, аваланчи и прочие там монеты, хорошие монеты, без спору. Может быть, они еще вот здесь. Вот здесь где-то. Но потом, когда они дойдут до своего пика, а многие уже дошли, скорее всего, начнется очень жесткое затяжное медвежье ралли. Так что, просто будьте к этому готовы. И потом локти не кусайте. И не говорите, что я вас не предупреждал. Вот, а Dash мы видим, что выходит из накопления. Все по плану. Достаточно медленно двигается. Изнурительно. Но, тем не менее, говоря про Dash, еще интересную штуку нарыл. Спасибо, как всегда, нашим подписчикам, которые мне это присылают. Второй по величине кошелек Dash, посмотрите, с одной единственной транзакцией. Появился вот буквально... Первая транзакция появилась 4 декабря этого года. То есть, буквально 2 недели назад. Что этот кошелек сделал? Он просто закинул себе 200 тысяч Dash. Почти 201 тысячу монет. И уже в просадке за эти 2 недели на 7,5 миллионов долларов. Ребят, ну как вы думаете? Человек явно не для того, чтобы потерять такие деньги, это делает. Баланс сейчас у него 25 миллионов долларов, получается. Я думаю, что человек что-то знает. И мы не знаем, чей это кошелек. Поэтому, скорее всего, это какой-то китяра, который знает явно больше, чем ребята из нашего чата. Так что, тут, как говорится, не финансовый сет дисклеймер. Я свою позицию по Dash удержу, наращиваю и буду наращивать, что называется, по полной. Говоря про общий сентимент рынка и про биткоин. Общая картина, кстати, по Total выглядит лучше, чем сам биткоин, если мы посмотрим. Да, биткоин как-то более здесь уходит в такие, в затяжные какие-то красные свечи. Но, опять же, потому что биткоин очень сильно набрал вот здесь вот с 10 на 60. Он рос просто безоткатно. Я вам много раз говорил, если бы он рос вот так вот, то мы бы сейчас были как раз примерно там, где и надо. Вот как растут мувинги нижние. Но биткоин рос мини-быщими, мини-медвежьими рынками, памп и дампами. И продолжает это делать. Поэтому, напоминаю, что мы в растущем тренде. Многих пугает этот дивер. Но, я вам еще раз говорю, эти месячные диверы, они отрабатывают, как правило, там в течение полугода-года. То есть, если вы посмотрите на предыдущие ралли, то у нас тут было много таких диверов. И отработали только третий, только третий дивер. И после этого мы еще сходили на 5x, наверх и вниз. Вот, поэтому не факт, что сейчас он должен прямо сейчас отрабатывать. Потом, опять же, напоминаю, кто видел мои позапрошлые видео, мы сейчас находимся на очень важном критическом уровне сопротивления, которое правильнее поставить вот здесь. Вот. Которое, скорее всего, в перспективе будет дном медвежьего рынка. То есть, все, кто ждут биток ниже 40, возможно, они даже не дождутся. Это так у нас происходило статистически все время. Вот, вы видите, у нас был выход из предыдущего хая. Промежуточный пик, откат, консолидация, сопротивление. И улетаем еще наверх. И этот промежуточный пик становился дном медвежьего рынка. Здесь. Также было здесь. Пробиваем all-time high. Консолидация, сопротивление, откат, промежуточный пик. Новый пик. И опять этот пик точно становится дном медвежьего рынка. Поэтому, если предположить, что сейчас будет что-то такое, то вот у нас будет дно медвежьего рынка примерно там, где мы сейчас как раз и консолидируемся. Наращиваем объемы. Да, кстати, ребята, я совсем забыл, что у нас с вами уже 70 тысяч подписчиков. Даже 70 тысяч 500. Я просто не знаю, как на это реагировать. Канал растет экспоненциально. Обгоняет биток и обгоняет даже Wi-Fi. Поэтому давайте пампить дальше эту цифру. И ставлю в лонг. Ставлю в лонг на этот канал. Спасибо вам большое за поддержку, за то, что вы смотрите, лайкайте и комментируете. Вот, поэтому да, и не забудьте добавиться к нам в Telegram. Потому что у нас в Telegram-канале пока всего 23-24 тысячи подписчиков практически. И в Telegram-чате у нас, сейчас не видно, потому что кто-то печатает, но вот, 6 тысяч человек всего. Поэтому ссылки внизу обязательно добавляйтесь. Так вот, говоря про общий сентимент. Можно я вам не буду зачитывать все эти комментарии, потому что мы потратим кучу времени? Ну, просто поверьте мне на слово. Большая часть этих комментариев негативно настроены, особенно по поводу того, что я говорю про Dash. И не только Dash, и Litecoin, кстати, и Bitcash, и все, что внизу. О чем это нам может говорить? Конечно же, о настроениях толпы. И, кстати говоря, у Litecoin тоже есть такой кошелек, который тоже второй по величине тоже накапливает большие суммы. Смотрите, я много раз уже говорил, я вам давал точно такой же сетап по Dogecoin, кто помнит, до движухи с Elon Musk, до всей вот этой вот движухи. Dogecoin к Bitcoin я лично накапливал сам и говорил вам постоянно об этом на этом канале. Вот все, вот это финальное падение. Я говорил же вам, что это ультимативное дно, и что Doge отстреливает минимум на 10x. Что мы увидели после этого? Doge отстрельнул вот на первые 10x, поконсолидировался и отстрельнул еще на 10x. Поэтому все, кто заходили с нами здесь в Doge, в принципе, потенциально срубили 100x. Понятно, что не все их забрали, многие забрали вот здесь 10 частично. Почему я говорю, частично надо выходить? Я сам забрал здесь частично, здесь частично, здесь частично. И маленькую часть оставил. И Doge сейчас, ну, я вам говорил, кстати, вот здесь, что он будет падать к биткоину, потому что он всегда, если вы посмотрите за свою историю, падал к биткоину и даже не переписывал хай особо. Он ходил на 100, на 150 сатоши. И посмотрите, что он сделал. Он переписал свой хай в 10 раз и сейчас падает. Я думаю, что Doge, может быть, конечно, будут отскоки дохлой кошки. Если весь рынок будет расти, он к доллару чуть-чуть порастет. Но я думаю, что в целом вот такая вот история нас ждет по Doge. Поэтому не финансовый совет, дисклеймер, но я в это не лезу и вам бы тоже не рекомендовал. А вот те монеты, которые валяются сейчас, также хоронили и Doge. Вы сейчас их хороните. Те монеты, которые валяются вот здесь. Поэтому я неустанно вам повторяю, ребята, покупайте то, что внизу, продавайте то, что наверху. Я вам и PFR классику такой же сетап давал. Но я привык торговать старыми альткоинами. Мне так понятнее, понимаете? И биткоином, я вам и по биткоину давал сетапы по 10 тысяч, и по 5, когда он стоил. Просто многие еще не смотрели мой канал. И по эфир по 200 баксов, когда он валялся. Вот, по эфир классик, смотрите. Вот здесь вот мы его добирали. Он сделал сколько там, не помню, 40 иксов, по-моему, в моменте. Сразу ведра расставили, все продали. Поэтому, ребят, терпение. Терпение и труд, все перетрут. Всем профитролей. Покупаем внизу, продаем наверху. Ну а с вами был Гринни от канала Крипто Комманс. Спасибо, что смотрите. Скоро увидимся. Bye.